Такая информационная площадка просто необходима. Если нельзя ее сделать, трудно сделать с бумажными СМИ, то в интернете уж наверняка можно сделать. А вот газета Троицкий вариант в виде сайта существует? Все-таки интернетовский вариант, который обновляется, скажем, ежедневно, то есть бывают, скажем, наверняка Троицкий вариант, при всем моем уважении к нему, вот за день до 12-го числа разрешили где-то провести митинг, Троицкий вариант просто не успеет там публиковать. На сайте можно поместить, это всегда, так сказать, это самое. Конечно, в индивидуальном порядке, потому что мы специально не отслеживаем. Ну вот именно... Не, ну социальные сети, безусловно, так сказать, существуют. Ну вот в частности, и к этой колонии ведь тоже вот созданы, причем во многих этих целенаправленно. В ИТФ тоже ведь существует какой-то... Да, протестный сайт существует. Может быть, его больше как бы распиарить, что называется, то есть действительно, так сказать, там как-то обменяться, и чтобы все люди знали, где это находится там. Ну, мы, естественно, ссылались в Троицком, но, так сказать, можно как-то в большем... Сейчас висит какое-то там заявление в ИТФУ. Может быть, более целенаправленно, так сказать, отсылать. Но это надо понять, чтобы это была действительно именно одна площадка, в которой, как бы, безусловно, все есть, и она развивается в этой самой... Я вот хотел сказать по поводу еще социальных сетей. Это очень замечательно, очень флексибл, но, к сожалению, отслеживать социальные сети можно только тому, кто уже в теме находится. Там не найти... Вот человек, у человека есть 20 минут, ознакомиться с общей проблемой. Где манифест? Что вы хотите? Вот, видите, простые вопросы, да, общие вопросы, да, по теме. Вот они на вот таком централизованном сайте, они вывешены на какое-то одно центральное, там, я не знаю, постоянное место, да. И в том числе там же идет обновление на уровне вот скорости Фейсбука, да. То есть это такой единый центр, в котором есть и более постоянные какие-то истины, да, и в то же время быстро меняющаяся информация. Ну, Фейсбук или там Твиттер или прочее, они хороши тем, что многие люди уже там завязаны, им как бы, так сказать, просто по своим другим контактам, так сказать, удобнее одновременно и это просматривать. Но тут вот, как я понимаю, с колонной как раз была направленность на то, чтобы все охватить, то есть везде это все натыкать, во всех социальных сетях, везде, так сказать, как-то свести куда-то это самое. Ну, конечно, тут надо тоже какая-то система. Но если говорить про науки, например, как бы общеизвестно всем было довольно давно уже, что вот Scientific, например, является таким центром, да, то есть там, правда, ужасная совершенно эта самая конференция, которую я вот лично не могу просто читать по этому самому, и переделывать никак не переделаешь, потому что это бесполезно, люди привыкли, все. Это очень сложный вопрос на самом деле. Я хотел бы вернуться к тому, что сказал Андрей, мне кажется, очень важно обозначить, что проблемы образования и науки являются общественными, они являются политическими. Их необходимо с точки зрения выживания вообще российской цивилизации, нашей русской цивилизации, выводить в политическое поле и заниматься ими именно в политическом аспекте. Потому что в той ситуации, когда... Вот давайте назвать вещи своими именами. Вот что такое ИТЭФ с точки зрения начальства, вот в этой самой вертикали власти? Это лакомый кусок, это финансирование на науку в кавычках. То есть не на науку по сути. Что такое наука по сути, этим людям в силу их уровня развития понять не дано. Для них наука это статья бюджета. И поэтому для них ИТЭФ это просто лакомый кусочек, в котором есть некоторое количество крепостных, от которых надо откупиться или которых надо заткнуть минимальными средствами, а все остальные деньги перераспределить. И в итоге ИТЭФ оказывается то под одним феодалом, то под другим феодалом. А и количество публикаций, и количество привлекаемых молодых людей в науку падает, и падает, и падает. И та же самая история со школами. Школы это место, где нужно промариновать детей, чтобы они не были на улице. И все. А дальше нужно минимизировать, оптимизировать затраты на них. Поэтому вопрос на самом деле о развитии образования и науки это вопрос политический. И в рамках нынешнего феодального устройства российского общества нерешаемы. И поэтому нам нужно выходить прежде всего от той ситуации, когда и ученые, и учителя в случае какой-то проблемы у них в школе или у них в институте бегут к знакомому крупному феодалу с просьбой за них вступиться по-тихому. Вот от этой ситуации надо выходить в принципе. Индивидуально иногда это помогает, и поэтому люди привыкли так делать, но это разрушает систему каждый следующий шаг, когда заключаются какие-то сепаратные такие переговоры, что вот, ну да, парочки академиков нахамили, один из них от сердечного приступа умер, там зарплаты в полтора раза уменьшили, но могли бы и вообще закрыть, ребята, перетерпите. Вот с этим надо перестать мириться. В принципе, надо понять, что любая ситуация, когда начинают давить академический институт, не считаясь с мнением его сотрудников, это ситуация, вокруг которой надо объединяться всем ученым страны вместе, единым фронтом подниматься. Ситуация, когда хотят закрыть маленькую школу в деревне или в деревенском районе Москвы, так, чтобы школьникам два часа ездить в школу туда, два часа обратно, это значит, надо всем педагогам страны подниматься и вступаться, потому что иначе нас передавят по отдельности. И мне кажется, это настал тот момент, когда необходимо всем ученым, всем учителям страны признаться, работникам и образованием, преподавателям вузов, что либо мы занимаемся общественно-политической деятельностью и боремся друг за друга, либо нас перебьют по одиночке. Вопрос не в этом, вопрос в методах. Какие методы? Вот ИТФ, да, опять возвращаясь к теме. Мы написали несколько даже открытых писем президенту и премьер-гер-гер-гер. Все сотрудники, точно. Эти письма подписали больше тысячи ученых с мировым именем со всех стран. Там в том числе и нобелевские лауреаты по физике есть, и руководители крупных научных центров в Америке, в Европе, и лабораторий. Эту бумажку просто отфутболили. Наглым образом. То, что говорил, это для физически. Вот, пожалуйста, объединились, да? Вот весь мировой бомон объединился. Я скажу, что нобелевским лауреатом, конечно, это самая примитивная форма ведения. Она, безусловно, важна, нужна. Но сейчас еще, к счастью, не советское время, когда поставить подпись под письмом, ну, означало совершить очень серьезные гражданские поступки. Я думаю, что сейчас все-таки это, ну, подписала, подписала. И власть, собственно, так и воспринимает. Поскольку для людей это не стоит дорогого, она и не воспринимает это как серьезный шаг. Люди, которые, ну, это, наверное, следующий этап, которые куда-то выходят, это уже более серьезный для нее вызов. И здесь у нее как бы всегда развилка. Либо пойти по пути репрессий, то есть к вам вот этот самый ФСБшник придет, скажет, что вы вот там статью публиковали, а нам, конечно, там гостайны есть. Мы вас хотите, как Данилова посадим. Или вы не будете этого делать, больше никаких писем не пишете, сидите спокойно. Я просто, ну, фантазирую, но у нас на производстве, там, где мы говорим о профсоюзах, это сплошь и рядом. То есть ФСБ вовлекается, центр Э, там, и так далее. У меня там вот сотрудник, ну, представителя в Иркутске, там, пригласил вот нашего учителя, пригласил центр Э пообщаться. Они, там, у вас экстремизм, саму идею, что вы хотите объединиться, кого-то что-то там отставить. Поэтому здесь понятно, что когда человек, как бы, ну, вот переходит от, так сказать, от того, что он когда-то что-то подписал, потому что он систематически готов противодействовать попыткам его права ущемить, и, может быть, не его даже лично права, а вот класса, там, нашего корпорации, то он сталкивается с давлением. Но если это давление преодолевается, преодолевается оно, как правило, таким комплексным путем, там, и прессы задействуют, депутаты, и, опять же, какие-то там, на каждой репрессии отвечаем каким-то новым протестным действиям, то, в общем, власть, она говорит, ну, ладно, надо как-то с ним договориться, поторговаться и что-то с ним там предложить, наверное. Вот, собственно, мы же все прекрасно понимаем, даже те, кто не историки, что только таким образом какие-то институциональные механизмы взаимодействия гражданского общества и государства вырабатываются даже в ныне цивилизованной Европе, потому что не всегда она же была такая цивилизованная. То есть, то, что у вас сами считались, надо быть готовым к действию, то есть, и к действию солидарным, безусловно. То есть, власть, она, я думаю, французские чиновники, или там, в Штатах, они не особо лучше наших, говорят, люди компетентные. Ну, просто они чувствуют, поскольку постоянно это давление, ну, они, в общем, им как-то все-таки считаются, да, потому что, я не понимаю, если они не будут считаться, то будет серьезное возмущение, общественное мнение, так сказать, и СМИ, и все такое, и прочее. Никак иначе, к сожалению, мы здесь никаких чудес не изобретем, мне кажется, и вынуждены начинать с достаточно элементарных вещей. Ну, прекрасно, что у нас вот тут или пресс-конференция, или круглый стол сформировался, но хотелось бы, чтобы нас было больше, и мы бы обсуждали уже какие-то вещи, может быть, на более высоком уровне координации наших действий.